Приветствую вас. Мария, ну, вы знаете, я отвечал уже на ваш вопрос, по-моему, даже не один раз. Мне, если честно, не очень понятно, почему, по какой причине вы не выбрали себе психолога до сих пор, на нашем ресурсе хотя бы, и не поработали с ним над своей проблемой. Потому что совершенно очевидно, что мы имеем дело с зависимостью, мы имеем дело именно с любовной зависимостью, мы имеем дело именно с так называемой наркоманической любовью. Вот. И наркоманическая любовь, это, к сожалению, не то, что проходит само по себе, не то, что проходит быстро, не то, что проходит легко. Вот. И совершенно очевидно, что самостоятельно, да, вы с этим не справляетесь, совершенно очевидно, что в формате ответ и вопрос вы не достигаете результатов, совершенно очевидно, что у вас не получается посмотреть на ситуацию именно, скажем так, со своей точки зрения, да, то есть вы не можете посмотреть на ситуацию со своей точки зрения, вот, вы не можете посмотреть на себя в этой ситуации, вы не можете определить, чего хочется вам, вы не можете отделить, вы не можете отделить того, чего вы хотите, да, вот то, что вы хотите, вот, от того, чего вы хотите для этого мужчины, для своего мужчины. Понимаете? То есть важная скука, это потребность в человеке. Но почему эта потребность в человеке возникает? Откуда она берет начало? Понимаете? Это очень важный момент. Без этого момента, да, без этого момента, нельзя говорить о том, что вы сможете что-то сделать. То есть у вас вопрос по сути, это вопрос как бы жертвы, это по сути игра, это приглашение к игре дано, Мария. Вот почитайте про игру эту. Игра так и называется, да? Но, но, вот. Понимаете? Ага. Прочтите. Вы увидите, что это про вас, вы увидите, что это связано с вами. Понимаете? Вот. Вы не отдаете себе отсчета в том, что сейчас вы унижаетесь, что сейчас вы по сути не целостный. Вот. Что сейчас вы пытаетесь восстановить свою полноту, свою целостность. А почему? Да, почему вы пытаетесь это сделать? Потому что вам чего-то не хватает. Вот. Самой. Смотри. Дело здесь не в том, как бы, из-за чего вы расстались, да, дело здесь не в этом, а в том, что вы в этом человеке нуждаетесь очень сильно. Знаете? А нуждаться в человеке нельзя. Нельзя нуждаться в человеке. Люди не любят, когда в них нуждаются. Люди не любят, когда, ну, от них чего-то ждут. Такого вот прямо, ну, серьезного. Вот. Поэтому именно ваша нужда, именно ваша нужда и является основным предметом для работы психотерапевтической. Понимаете? То есть, все, что вы, все, что вы, вот, делали раньше, да, вот, то, что вы делали, то, что вы старались делать, это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Но, но этого, совершенно очевидно, да, мало. То есть, этого недостаточно. Достаточно, этого недостаточно для того, чтобы вам решить свою проблему. Вот. То есть, лично ваши ресурсы, да, вот, лично ваши ресурсы, человеческие ресурсы, они ограничены. И вы сделали, что могли, но вам не помогают. Соответственно, больше сделать сами вы, скорее всего, не можете. Вот именно сами, именно сами, сами сделать. Ну, именно сами сделать вы не можете. То есть, нужно доверить этот вопрос. Доверить этот вопрос именно профессионалам, вот, специалистам. Понимаете? Потому что такое поведение, как у вас, да, оно возникло не просто так, оно возникло не на ровном месте. Вот, оно возникло именно потому, что вы с детства, да, вот с детства, вы несете в себе некие проблемы, да, с детства вы несете в себе некое искажение. Искажение. Искажение себя. Искажение восприятия себя и других людей. Вот посмотрите, Мария, посмотрите. Вы говорите, что вы поняли проблему, по которой расстались. Ну, из-за чего расстались. Вы поняли проблему. Хорошо. Хорошо, если так. Если вы поняли проблему, если вы действительно ее поняли, то хорошо. Хорошо, если вы ее поняли. Но. Вы все равно в нем нуждаетесь. В мужчине. Если вы мужчине нуждаетесь, скучаете и так далее, то он это чувствует. И вы не сможете с ним взаимодействовать адекватно, вы не сможете с ним взаимодействовать так, как нужно. И получается, что ваши отношения вновь обречены на провал. То есть, когда вы пишете, когда вы пишете, что скучаю, хочу поговорить и попытаться вернуть, да, и пока не потеряешь, не поймешь, правда, что делать. Вот пока вы пишете это, я понимаю, что вы не, как бы сказать, не освобождаетесь от этого. То есть, вы не прекратируете в этом. Понимаете? Какая история? Потому что, если бы вы прогрессировали, если бы вы прогрессировали, то вы бы задали вопрос по-другому. Вы бы задали его иначе. Вы бы задали его другими словами совсем. Совсем. Вот. Понимаете? Так, значит. Расстались с парнем по его инициативе. Не могу спокойно жить дальше, не думая о нем и о том, чтобы пытаться его вернуть. А для чего попытаться его вернуть, Мария? Для чего? Зачем? Всего не хватает вам. Обретенное отставание осознало и работало над этим. Осознало и работало. То есть, на данный момент работать вы уже прекратили. Так, смотри, вы считаете, что вам не нужно больше ничего делать. Вы считаете, что как бы достаточно? Вы уже поработали над своей проблемой. Вы считаете, что этого недостаточно? Ну, достаточно. А я скажу, что нет. Я скажу, что этого недостаточно, потому что... Вы продолжаете по нему скучать, вы продолжаете... ...хотеть с ним быть. Ого. То есть... Вот. Вопрос-то в чем? То есть, совершенно очевидно, да? Совершенно очевидно, да? Совершенно очевидно. Что... Проблема осталась. Она никуда не делась. Проблема. Вот. А вы перестали работать над ним. Что-то тут вот непонятно ваши высказы. Что-то, может быть, вы не хотите... ...работать над твоей проблемой больше. Что-то, может быть, вы считаете, что... ...все, что... ...все, что... ...вот... ...как бы... ...ну... ...все, что можно было сделать... ...вы сделали. Вот. И... ...теперь... ...как бы... ...дело только вот за... ...и... ...за мужчины. А... Еще раз, да? Хочу, чтобы вы поняли. До тех пор... ...пока... ...вы... ...эээ... ...хотите... ...человека вернуть. До тех пор, пока вы по нему скучаете. До тех пор, пока вы хотите с ним поговорить. Да? Эээ... ...проблема не решена. То есть, проблема, по которой вы расстались, она не решена. И работать над ней нужно продолжать. Только это работа по перем... ...по изменению себя. Это работа по... ...коррекции своих внутренних противоречий. И своих внутренних проблем. А не... ...возряд... ...человека. Понимаете? Не возвряд мужчины. Смотрите. Смотрите. ...по этом. А... ...вы пишите... ...эээ... ...так... ...эээ... ...когда расстались, мне было больно. А... ...ээ... ...ээ... ...ну я была более спокойна, чем сейчас. Спустя где-то... ...две-три недели. У меня экзамены в университете, а я к ним не готовлюсь. Слежу и плачу. Больше ничего не хочу. Ну так и... ...как же вы... ...работали над проблемой? Если вы... ...у вас экзамены, они вас не волнуют. Да, Мария? А как же... ...тогда вы... ...ээ... ...ээ... ...себе... ...эээ... ...профессию выбирали? Ну как... ...как вы себе выбирали профессию тогда? Если... ...она вас... ...вот... ...не волнует профессию. То есть если... ...ээ... ...ээ... ...вам... ...ну неинтересно учиться. То есть если вы готовы... ...эээ... ...вот... ...принести... ...ээ... ...ээ... ...в жертву... ...свою учебу... ...и так далее. То есть о чем это говорит? Да? О чем это говорит? О том, что... ...ээ... ...лично ваша... ...мотивация... ...лично ваши смыслы... ...жизненные... ...лично ваши... ...ээ... ...ориентиры... ...по жизни... ...а... ...не вторичные. ...ээ... ...что учебу... ...вы... ...вы... ...вероятно выбирали... ...просто так... ...но чтобы выбрать... ...ээ... ...не чувствуется... ...ээ... ...ээ... ...делом... ...вашей жизни... ...каким-то... ...вот... ...но при этом мужчина... ...человек... ...вам нужен... ...почему? ... ...я не помню... ...говорил я это или нет... ...но... ...как правило... ...потому... ...что в нем есть... ...те качества... ...которых нет у вас... ...в нем есть то... ...чего не хватает... ...вам... ...и он может дать вам то... ...чего вы хотите... ...как правило это... ...ээ... ...ээ... ...ну... ...как правило... ...да... ...как правило это... ...бобрые мышцы в... ...любви... ...и как правило это... ...эээ... ...эээ... ...купирование... ...эээ... ...страх одиночества... ...как правило... ...как правило это... Прокупирование траха, одиннадцатый. Но, опять же, опять же, причины, в основе которых, причины, которые мотивируют вас на подобные действия, да, то есть, вот, грубо говоря, на действия по, ну, стремлению к человеку, а не только ваши, и связаны эти действия только с вами. И существуют эти причины только у вас, только в вашем сознании, по сути. Понимаете? Для парня, вашего парня, этого всего нет. Это просто отношения для парня, которые могли получиться, а могли не получиться. Тем более, что они у вас были начаты и проводимы в достаточно некомфортных условиях. Но для него, для него это не имеет такого значения, а для вас имеет. И делать здесь не в любви, а в том, что вы хотите, Мария. В том, что вы хотите, в том, что вам нужно. Так вот, над вашей большепотребностной сферой, над своей полнотой, над своей целостностью, вам и нужно работать. Чтобы помимо человека у вас были еще свои личностные смыслы, чтобы были свои ориентиры. Понимаете? Недавно возобновили отношения с ним общение. Ну, как возобновили, изредка ему пишу, комментирую, что-то она отвечает в привычной форме, подобрать следующий, наверное. Так. Здесь у вас, помимо, значит, проблемы с самооценкой, да, так вы считаете, что человек вас жалеет. Здесь еще, помимо, помимо этой истории, да, то есть, самооценку нужно, что, повышать, это понятно, вот. А здесь еще есть и очень важный вопрос, а зачем? Зачем вы начали с ним общаться? Для чего вы начали с ним общаться? То есть, ну, вы, как, вот, вы, ну, надеетесь на что-то и так далее. То есть, я, конечно, не знаю, но, я не рекомендовал бы вам, да, вот, начинать с ним общение. Я, наоборот, рекомендовал бы вам пригодить с ним общение. Ну, и двигаться как-то дальше, дальше двигаться, понимаете? Вот. Дальше, дальше двигаться по своей жизни, самостоятельно. А парень, он, или захочет с вами быть, или нет? То есть, для чего вы это сделали? Для чего вы стали с ним общаться опять? Особенно, если вы лежите и плачете. Как, как вы говорите сейчас. Вот, если бы вы были успешны, да, если бы у вас всё получалось, если бы вы знали, что, ну, куда идёте и к чему стремитесь, да? Тут можно было бы повремя действовать с ним. Только, был бы он вам, в этом случае, в этом случае, интересен. Вот, мне кажется, например, что нет. Мне кажется, например, что он не был бы вам интересен, если бы у вас всё было хорошо, если бы вы, ну, сами знали, куда идёте. То есть, ещё раз, Мария, подумайте, для чего вам этот человек? Откуда такое сильное желание, да, с ним быть? Подумайте об этом. Откуда такая сильная необходимость с ним быть в отношении? Откуда такое сильное желание? Отчего вы плачете, когда они с ним? Что вы чувствуете? Вот это нужно, нужно, нужно исследовать, с этим нужно работать. Понимаете? Они с, э, причиной растораживаются. Подсказывая история. Вот это важно. На, по-моему, на самом деле. Столько, столько это важно. Так что, я не знаю, что вы делали, но, так, не знаю, куда себя деть, вот, Мария, да, вы пишите, не знаю, куда себя деть. То есть, что это значит? Что значит, не знаю, куда себя деть? Не знаю, куда себя деть, это означает, что я не готова делать что-то для себя. Да, не знаю, куда себя деть, это означает, что я не могу, я не могу, что-то, что-то делать для себя, вот. Это означает, что я сама себе не принадлежу, Мария. Знаете, это означает, что я, значит, обесцениваю себя, я обесцениваю себя и то, что хочу. Вот так, ну, или мне кто-то обесцениваю себя, ну, вот, то, что я хочу, как когда-то. И теперь я в себе не принадлежу, и теперь я, вот, вообще, вот, для себя ничего не могу сделать. Мария, вы зададитесь к вопросу, как так вышло, что вы не знаете, куда себя деть? Дальше, так, эээ, так хочется с ним поговорить, зачем, и узнать, можно ли все вернуть, зачем, но нет никакого проявления желания встретиться с его стороной. И что это для вас значит? Заняться своими делами, так, все это пройдено, уже на страну возвращаюсь к этому итогу, скучаю, хочу поговорить. Ну, так правильно, вы и будете возвращаться к этому итогу, вы и будете возвращаться к этому до тех пор, до тех пор, пока не начнете работать, вот, именно, работать со своими чувствами, до тех пор, пока вы не будете работать со своими чувствами, со своими желаниями, с вашим восприятием себя, но ничего не изменится, конечно. Да. И, как бы, какой смысл, да, вот смысл, эээ, ну, перебирать, перебирать, эээ, ну, возможные действия, возможные, эээ, возможные, эээ, способы, решения, эээ, и так далее. Какой смысл? Какой смысл? Если все в итоге сводится к нам, к нам это так правильно, вы же своими желаниями не работает, смысл? А это можно сделать только, эээ, как? Это можно сделать только, эээ, через работу с психологом, через беседы, через консультацию, через терапию, понимаете? Вот. Вот. Если у вас наркоманическая любовь, да, если у вас зависимость от человека, то с самыми вы не справитесь. Понимаете? Вот. Так что, я очень рекомендую вам, очень рекомендую вам выбрать себе психолога и начать с ним работать. Вот. Вот. А пока, пока, пока вы этого не сделали, я вам скажу следующее. Я очень хочу, чтобы вы, эээ, вот, ну, обратили на это самое пристальное внимание. Значит, любовная зависимость возникает тогда, когда человек идеализирует объект своей любви. Идеализация возникает тогда, когда человек приписывает другому качеству, которое он хочет или подавляет в себе. Который хочет видеть или подавляет в себе. То есть, это, по сути, психологическая защита, механизм защиты вытеснения происходит. То есть, когда-то что-то вы себе вытеснили. Вот. А встретив, встретив данного товарища, вот, встретив данного мужчину, вы вновь почувствовали то, что вы вытеснили. Ну, вот, то, что вы вытеснили, да, вы почувствовали себя снова такой. И теперь вам это нужно. И теперь вы в этом нуждаетесь. И теперь без этого вы не можете. Но ведь человек, он, он живой. Правильно. Ну, вы знаете, вы знаете, ну, знаете, что человек живой. Вот. И у него есть, в общем, свое видение в ситуации. У него есть своя, своя, как бы, понимание и свои желания. Вот. И в данном случае, получается так, что человек вам говорит прямо, нет, вы это игнорируете. То есть, ну, вы его, его нет, игнорируете. И говорите, ну, ну, к примеру, да, к примеру, вы говорите, как это нет, как это нет, когда да. Ну, как это нет, когда да. То есть, я же хочу. То есть, потому он и не с вами, что он не чувствует, что вы его именно, вот, принимаете и любите. У него, возможно, у него есть ощущение, что вы его используете, и это нормально. То есть, нормально, нормально чувствовать, эээ, нормально, эээ, хотеть использовать человека. За мной это вы не удовлетворены. Сами. Вот. И чтобы, соответственно, быть в отношениях адекватных, да, эээ, чтобы быть в отношениях адекватных, нужно перестать человек использовать, а стараться, стараться только ему отдать. Трата только ему давать, отдавать. Вы этого не можете. Вот. Потому что вы сами, как я уже сказал, неполны, не полны, не целостны. Ну. Дальше. Ага. Значит, значит. Отсутствие собственной значимости и, эээ, по факту, по сути, личного, личного пути, личного, ну, личностного пути, вот, является такой же серьезной проблемой. То есть, если человек, в данном случае вы, не имеете четкого, своего, жизненного пути, чего вы хотите, именно сами, именно в одиночку, то вы точно так же, эээ, будете, эээ, зависимы, да, от товарища. От мужчины. Почему? Все просто. Все очень просто. Потому что он дает вам то, что вы сами получить на себя не можете. Вот и все. По сути. Ну, так, эээ, с этим можно и нужно работать. С этим можно и нужно что-то делать. Проблема-то она ваша. Как? И вот именно психолог, именно психолог, и нужен вам для того, чтобы именно на своем собственном, эээ, примере, да, именно по отношению к себе, именно по отношению к себе, эээ, разобрать, эээ, свои элементы субъективной позиции, позиции в мире, и объяснить все эти черты. Возможно посмотреть на, эээ, установки по поводу того, какими, по вашему мнению, должны быть отношения. Понимаете? 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 Ибо это тоже, ибо это тоже очень сильно влияет, ну, влияет на, на вас. Понимаете, Мария? Вот только так вы сможете вынести отношения с ним на новый уровень. Только, только так вы сможете вынести отношения на ту основу, когда вы не будете ничего друг от друга хотеть, ничего друг от друга ждать. И тогда люди раскроются, в том числе, раскроет их и вы. Понятно? О чем идет речь? Я очень хочу, чтобы, чтобы вы это, эээ, вот, для себя увидели и, эээ, чтобы вы это прям, ну, прочувствовали. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Без этого отношения ваши, эээ, все обречены на права. Спасы. 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 Вот. Потому что, ну, понятно, да, что, никому не нравится, никому не понравится, когда его хотят, вот, как-то, значит, эээ, ну, использовать. Понимаете? На этом все, Мария. Я очень, очень надеюсь, на то, что, эээ, смог донести до вас, эээ, свою мысль. Я очень надеюсь, что вы меня услышали. Я очень надеюсь, что вы меня поняли. Я очень надеюсь, что вы выберете себе психолога, начнете работать и, наконец-то, станете свободны. Потому что я могу только представить, как вам, эээ, вот, сейчас тяжело. Я могу только представить, как вам трудно. Я могу только представить, как вы страдаете и в каком напряжении постоянно вы находитесь. И самое главное, что, эээ, вы ужасно неудовлетворены, очень неудовлетворены в этой ситуации. Да. То есть это очень тяжело. Очень тяжело. Я понимаю. Да. Но мужчина и кто-либо другой, да, вам не помогут избавиться, избавиться от этого состояния. Только вы, только сами. Понятно? Понятно, о чем идет речь. Вот. А вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. А, значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.